Братья и сестры, хочу прочитать два места из Писания, немножко побеседовать. Ну, конечно, тема, вот эта тема, которой мы касаемся, чтобы она была полезна нашим душам. Вот здесь написано книга Иисуса Навина, первая глава, первый стих. Здесь вроде бы ничего такого особенного нет, и тем не менее, одна небольшая мысль сокрыта. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». На что обратим внимание? Еще раз прочитаю. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». Ну, тут несколько таких хороших. Я самое простое взял. «Господь сказал Иисусу, сыну Навину, а зачем здесь имя Отца употребляется?» Ну, мы же не говорим так. «Петя, сын Вячеслава, приветствую тебя». Мы же так не говорим, да? А вот в Библии удивительно, постоянно я замечаю, вот на ссылку на Отца и связывают с Отцом, и связывают с Отцом, хорошее или плохое, мы прямо вот связывают без конца. Вот я перелистываю здесь страниц несколько и читаю о Давиде, которого все мы любим. 17 глава 1 царств. Здесь написано, что самый первый раз, когда Саул увидел Давида. Здесь написано так, когда Саул увидел Давида, выходящего против рестемлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, Авенир, чей сын этот юноша? Что ему так вдруг? Ну, юноша и юноша, вот он здесь. Зачем чей сын? Интересно отвечает, Авенир сказал, доживет душа твоя, царь? Я не знаю. И сказал царь, так спроси, чей это сын? Тогда, когда же Давид возвращался после поражения ферестемлянина, то Авенир взял его, привел к Саулу, и голова ферестемлянина была в руке его. И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, раба твоего Иесея из Вифлеема. Зачем? Саул спрашивал, чей ты сын? Интересно, братья и сестры, хотя мы, может быть, немножко стали прохладны, но Бог связывает нас. Связывает нас с дедушками и отцами. И мы никуда не денемся. Я несколько раз замечал, когда прихожу в клинику, и, ну, что-нибудь беспокоит. Доктор на меня смотрит и спрашивает, чем болел твой отец? Я думаю, здравствуйте, я же пришел. У вас так не спрашивают? Зачем? Причем здесь мой папа? И вы знаете, мы отвечаем, он спрашивает, почки болели? Не знаю. Печень болела? Не знаю. И вот он что-то пишет, там пишет доктор. И вы знаете, вот Бог это соделал. Неразделимы мы. И дедушка, и папа, и я. И потом сын, который после нас, он наш. И вот здесь прямо написано, и постоянно написано, чей ты сын? Я сын Иисея. Ага, понятно. Я знаю эту семью. А ты чей? Я Иисус сын Навин. Понятно. Ну и довольно часто мы же тоже, вот смотрим на молодежь и говорим, вот эта девочка справа чья? Александра Петровича. А, она так, да. И вот мы чувствуем, что есть связь. В лице написано. Я даже замечал по походке. Вот у нас в церкви идет папа. Через несколько минут пойдет сын. И вы сами, если присмотрите, скажете, это сын пошел в этот его брат. У него даже походка одна. Братья и сестры, вот эта связь, которая есть, она существует, эта связь. Хорошая она или плохая, она существует, эта связь. И Бог ее просматривает. И вы знаете, столько этого хорошего здесь, в этой связи есть. Бывают и трудности. Но лучше хорошие. Вот я читал про Спержина. Он был такой гордый, что у него отец пастор был. А дедушка кто был у него? Тоже пастор. Тоже пастор был у него. Не так давно вот по радио один из сыновей моих говорит, я говорю, слушаю. И вот уже молодой человек сейчас, которому 30 лет, он вспоминает и говорит, мой дедушка. По радио передает проповеди, беседы о том, что он в юношестве, когда я был еще мал, зашел в комнату и говорит, ну что внучата, я хочу помолиться о вас. С кем вы хотите быть, чего вы желаете. Вот связь существует. Ну и дедушка помолился над одним, чтобы он был хороший, деловой человек. Он бизнесмен. А на втором помолился, чтобы он был богобоязненный. И вот этот молодой человек говорит, мой папа это был тогда. И он пастор сейчас. И он очень благословенный. И сколько он мне в жизни открыл. И я вспомнил, что это дедушка. Это идет от дедушки. И вот интересно мы читаем о том, что чей ты сын и как ты. А вот во второй книге Параллель Пименон написано 7.17. Там Господь, беседуя с Соломоном, сказал ему такую фразу. Соломон. «Если ты будешь исполнять закон мой и будешь ходить путем отца твоего...» Как имя отца? Давид. Другими словами, если ты будешь ходить путями отца твоего, я твои дни продлю. Я благословлю народ. И вот здесь на престоле будет сидеть и не кончатся люди из рода вашего. И вы знаете, это было справедливо. То, что Бог сказал, что он связывает, оно благословенно. Ведь во дни царя Соломона, это было самое благословенное время в Израиле. Некоторые спрашивают, сколько войн было у Соломона? Сколько было войн у Соломона, братья и сестры? Ни одной. Это было самое мирное время. Какая цена была золоту в его дни? Она не имела особой цены. Сколько у него было премудрости цари, собирались и царицы, чтобы насладиться мудростью этого человека? Так Бог благословил его. А это связано с Давидом. Как связано потом? Связано. Но очень влияет еще собственный камешек, который мы вкладываем. И вот когда мы так читаемся и думаем, интересно, какое место мы с вами занимаем? Что мы приняли, что мы будем передавать? Вот всем очень хотим, чтобы дети у нас были какие? Какие? Хорошие. А мы? Но если мы хотим хороших детей, какими должны быть отцы сегодня? Хорошие. Правильно. Вот я смотрю, некоторые папы сидят, и вот дети так пристанились, и так крепко спят. Почему спят? Потому что папа хороший. Так надежно рядом с ним. Так спокойно с ним. Вот если бы так всю жизнь было, когда они доверчивые такие. И вот интересно, что папы, хорошие папы, они имеют благословение для детей своих. Если мы внимательно прочитаем, что столько благословения сокрыто было, сейчас этого нет. Ранее, когда подводили отцы детей, вот я утром немножко упоминал, и дедушки, и отцы, возлагая руки, и благословляли, и молились. И дети имели благословение. Ну, пусть сегодня некоторые не возлагают, но если они благословляют в молитве, и если дают это благословение, дети и внуки будут обязательно благословены. Вот в Бытие 27 глава, помните, как написано, когда Исаак уже состарился, и он знал, что наступит день, и дети знали, что придет момент, когда отец должен передать благословение. И наступил такой момент, конечно, печальный момент, когда вместо Исаава пришел Иаков. Но как внимательно, как трепетно к этому относился отец, и как он его извал, и как он его обнеухивал даже. Запах, ну запах, да, а вот голос, голос сомнения вызывает. И тем не менее, потом решился и благословил его. Последующая сцена говорит о том, насколько это было важно. Когда Исаав пришел, приготовил пищу и говорит, вот отец, я принес тебе пищу, и вдруг отец в испуге, кто ты? Что произошло? Кто-то взял? Коварным путем благословение забрал. И тогда закричал Исаав, говорит, разве у тебя одно благословение? Оказывается, благословение было одно. И самое сильное, и самое важное, потому что он потом уговорился слезами, ну благослови, и он благословляет, говорит ему, ты будешь ходить под властью брата твоего. Вот это благословение. Насколько сегодня важно, чтобы дети мы и внуки вели себя жизнью правильную, благочестивую, относясь к дедушкам и отцам почтительно, если они хотят иметь благословение. Как-то я прочитал, мне было интересно, что одна практически страна, где нет домов, где Нюрсенхом нету. Какая страна это, знаете или нет? Это Кавказ, Джорджия. Там нет домов приставелых. И отцы там, и дедушки живут больше всего в мире. А почему, когда рассматривали, потому что у них настолько свято чтится мать и почитается отец. Настолько тщательно и досматривают до последнего. Ну как же отец не благословит сына, если он уже немощный, старенький, бессильный, а сын почтительно относится. До отца на устах, наверное, только одно благословение. Сын, да будешь ты благословен в труде. Дети твои, да будут благословенны. Жена твоя, да будет благословенна. Ты так хорошо ко мне относишься. Ты слушаешь меня, ты чтишь меня. Как приятно это мне. По 120 лет живут такие старцы. На сегодня как-то не модно стало. Как-то мы не любим старцев, не оказываем внимания должное. Я не знаю почему, а что будет еще следующее поколение, которое вообще так, сняв очки, посмотрит на дедушку, чей ты дедушка, и какую пользу ты мне дашь. Я как-то был в семье Козарезова, брата Алексея Тимофеевича. Зашел к нему в дом, у него свой дом, и в коридоре, главный такой большой коридор, такая стена длинная, ровная, огромный такой плакат. Я остановился, думаю, ну что здесь такое? Свет включил, смотрю. А это, кажется, дерево семьи. Дерево семьи. Я нигде такого не видел. Ни у кого. В нашем городе ни у кого не видел. Он делает это. У него 10 детей. И вот он там, на этом дереве жизни, ну, дерево семьи, он фотографии на веточках. Сначала там родители, потом их, потом детей, потом внуков. И вот так подойдешь, как глянешь, вот это да. На сегодня уже целые общины есть, где только родственники. Я приехал в Ванкувер, и они говорят, останьтесь, расходы фотографии. 108 человек остались. 108 человек. И это члены церкви. Вы представьте себе, какое мощное благословение было. И как оно сильно работает. Мы сегодня так молимся об одном. Господи, дай покаяние. Почему нет? А это такое сильное родство. Почему так Бог корень благословил? Из-за чего благословил? Вот хотелось бы так это знать. Вы знаете, окружающий мир нас немножко учит тому, чтобы мы были внимательны. Я вот иногда смотрю мир животных. Вот идет стадо, да? Таких крупных животных. Где идет молодняк, братья и сестры? Молодняк это вот вы, маленькие. Где идете? На стороне бегаете или в серединочке идете? Что-то не похоже. Братья и сестры, удивительно посмотришь так. Вот это вот животное нам кажется, да что там эта тварь. А мы разумные существа. Поучиться бы надо. Ведь как они вот так его окружают и потомство ведут? Как они заботливее. Они не выпускают. Они берегут, они опекутся. И вот там опасность где-то. Вот так если бы церковь вот так мощно молилась о потомстве, вот о детях наших, чтобы таким кольцом сильным. Потому что это молодежь. Не так давно были проведены исследования среди слонов. И вы знаете, что оказалось? В одной местности молодые слоны практически остались и носорогов насмерть топчат. Те, кто работают с ними, стали замечать, исследовать. Вот нападают на носорога молодые слоны, валят его, становятся на колени и колят бивнями этими. И когда стали исследовать люди, они обнаружили одну единственную деталь. Старых слонов не было. Связи не чувствуете? Я прошу прощения, никого не называю слонами. Но когда я прочитал, мне было настолько интересно. И вывод очень прост. Молодняк агрессивный. Они считают себя всезнающими, все умными такими, способными. Вы как? И вот не хватало сильных таких, старых, которые бы раз-раз так потихонечку потеснили и сказали, не прыгай, не шуми, успокойся. Чего обижаешь? Места мало тебе. Повернись, какая пустыня перед тобой дорожья. Ешь, пожалуйста. И вот заметили, даже в мире животных, когда вот этой связи нет, или когда изгоняют вот этих умудренных животных, пусть старых, сразу есть печать, есть потеря. Как хорошо, если вы правильно оцените, что в семье есть дедушки и есть бабушки. И хорошо, когда их что? А можно смело сказать, когда их что? Любят, уважают их. Когда их любят и уважают. Не раз я слышал вот так с молодежью беседы о том, что некоторые из них ищущие, они говорят, говорят, вы знаете, нам так нравится, когда мы ходим на посещение и когда меньше говорим. Я говорю, чем занимаетесь? Слушаем. И как захватывающие. Так учитесь. Видите, есть те, которые могут рассказать. Братья, пожилые и сестры. Вот то, о чем мы с вами читаем, чей ты сын, переживший жизнь, передайте, расскажите, чтобы дети, которые идут, чтобы они приняли это. Это доброе, что поможет им сформироваться. Интересно сегодня, что идут поиски идеального отца. Где вы думаете найти его сегодня? В каком учреждении, в какой стране, где найти сегодня идеального отца? Ведь на сегодня проходит масса конференций. Тысячи книг отцам, пособий. Это у нас вот только сейчас, последние месяцы или годы здесь в Америке, как приедет библиотека, только читаешь сердце отца, ну там другие, сыновья и дети, и прочее, и прочее. И такие солидные книги. Это только немалая-малая часть, которая переведена на русский язык. А сколько здесь на родном языке? Полки. Если читать книги, Библию некогда будет читать. Вы понимаете? И вот нужда, где настоящий отец? Или как стать настоящим отцом? Ведь сегодня стало даже таким, что я вообще не хочу быть отцом. Я хочу быть свободным, молодым, женатым человеком. И это сегодня приходит. Ну пусть это в Америке еще не так, а в других странах это уже стало настолько модным и захватывающим, обеспечивающим свободу людям. Рушится семья. И дети, которых Бог дает, они просто не принимаются, они просто не берутся. Вот интересно, что в поисках отца обнаружилось сильное разочарование в тех отцах, которые есть. В этом числе есть и верующие родители, верующие папы. Ну вот первое, что я для себя пометил. Отцы, которые не видят своих детей. Ну самое простое, вот нас спросить, меня в том числе, когда родился твой сын? Мама, подскажи, когда? Папа, а ты не знаешь, что ли? У меня забот много. У тебя забот больше, на стороне, чем в собственном доме. Но если подойти к сыну и сказать, сынок, у тебя день рождения, я очень рад тебе поздравить, поцеловать. Есть дети более такие шустрые, они подходят, папа, через три дня у меня день рождения, ты там что-нибудь мне приготовь. А другие такие, спокойные такие, они ждут. Ну представьте, какое глубокое разочарование, когда наступил день, все ходят, как ни в чем не бывало. А он его ждал, этот день, 16 лет. Мимо проходит, толкает плечом, не замечают, не видят. Это очень болезненно. И такая вот деталь, она помнится на всю жизнь. Вот спросите сегодня у себя, или у детей, или у дедушек своих, как к этому было отношение. Может кто-то скажет, это не так духовное. Да, оно может быть не так духовное. Но вы знаете, когда вот эти детали, мы их охватываем, в это время можно посеять духовное. Можно посеять духовное. Второе, почему папы нас не любят и не говорят нам ласковых слов. Мне было тоже трудно. Кто и папа, вы все говорите легко ласковые слова. Допустим, мой любимый сынок, иди сюда ко мне. Ну, такие слова говорите или считаете, это женские слова. Но это оказывается лишает такого близкого контакта с отцом. Это лишает. Я стал пробовать, стало получаться. Сначала, конечно, так положить. Я, потому что, представьте, так вот серьезно подойти, сказать, сын, я тебя сильно люблю. А там еще трое стоит. А я, что остальных, не люблю, что ли. И тогда приходится как-то так. Сынок мой любимый. Почему любимый? Да потому, что ты самый младший, получается. И у него сразу улыбка, и сразу оттаивает. И, наверное, верит. Верит. Краткие дни нашей жизни. Мы христиане. Мы христиане. Мы духовные. Все понятно. Но пусть наша духовность не будет такой холодной. Не будет такой равнодушной. Потому что, чтобы сам нас сделать такими мягкими, такими обаятельными к детям. Потому что это наши дети. Если мы не дадим им ласки, кто им еще даст ласки? Интересно, что папы очень доверяют детям игры, но не доверяют серьезных вещей. В этом я сам виноват. Ну, я заметил это в жизни. Потому что, когда не доверяешь, в том такая обида, и говорит, ну, тот или другой, или та, или другая. Семья большая у нас была. Вы не доверяете мне. Я думаю, ну, понятно. Ну, большое ответственное дело доверить страшно. А не доверить еще хуже. Получается такая обида. Братья и сестры, хотим мы или не хотим, постепенно им нужно входить. Никуда мы от этого не денемся. Удерживая невозможно удержать. Вот в Сеатве в аэропорту одна мама американка, она легко проблему решила. Она взяла собачий поводок, подцепила сына за пояс, и на два метра он так вот бегает, крутится и кричит на весь аэропорт. Она спокойно сидит и держит поводок. Дальше двух метров он никуда не денется. Но это когда ему годик или меньше, а когда вот таких попробуй привяжи. Да, их ничего не выдержит, братья и сестры. Их можно привязать только любовью. И вот нам это нужно взять на вооружение и просить у Бога, Господи, дай нам такие чувства и разумение такое, чтобы привязать так детей, чтобы они любили нас, нас и только нас. Верили только нам. Потому что, куда они еще пойдут, кто их научит? Очень плохо, когда родители просто топчут детей, подозревая, что это не мой. Сын, ты не мой. Ты на меня не похож. Вот это да. Это просто копье, вот Саулово копье в сердце. И такое бывает. Это грубейшее. Это назвать такой фразой, это значит растоптать все взаимоотношения с сыном отца. Ну как это добро примется? Как потом будет посев на этой почве, если сразу булыжники и камни вырастают на этой почве? Сразу. Интересно, что у некоторых детей отцы мертвые. Не слышали такое выражение? Есть папа, есть мама. Как у тебя папа? У меня папы нет. Да вон же у тебя, у папа на машине поехал. Это папа, это не папа. Мертвый папа, помните, когда блудный сын уходил из дома отца, и он отцу своему папе говорит, дай мою часть имения. В еврейском вы знаете все это, что просят имения, только тогда или делят, когда отец уже мертв. На сегодня много отцов, бедных отцов, которых ни во что ставят в семье. Не слушаются, не почитают, не признают. Это ужасно. Как это восстановить? Как этого достигнуть? Вот интересно, я прочитал такую фразу, Марка 9,24, там написано, помилуй нас и сжалься над нами. Это когда отец привел бесноватого сына. Там написано, он его бросал в огонь и в воду. Отец измучился с ним. И мама, конечно. Но когда он его привел ко Христу и просил помощи, эта фраза меня очень понравилась, тронула. Помилуй нас и сжалься над нами. О чем это говорит? Что едины. Что это дитя, оно в сердце, оно соединено. И тогда Христос спрашивает, как давно это с ним случилось? Когда это случилось с ним? Там написано, с детства. Я не знаю, что произошло. Если кто-то из вас знает, расскажите как-нибудь. Но фраза, что это произошло с детства, что-то произошло, что-то было упущено. И если это было упущено, как хорошо, что этот отец, не глядя на эту боль, прямо прилепился и сказал, это одно, сжалься над нами, помилуй нас. Хорошо, если сегодня, дети разные, конечно. Хорошо, если сегодня, если мы плохим детям прилепились и молимся, Господи, сжалься над нами, надо мной, над сыном моим. Помилуй нас, вот чтобы вместе. Бывает легче некоторым отцам сказать так, да он неверующий, он сам взрослый, сам взрослый. Я говорил ему? Говорил. Так не говорят. Настоящие отцы так не говорят. Интересно, я прочитал у Стэнли такой пример, он описывает о том, что всему свое время вырос в семье сын, сын неверующий, не член церкви, и отец благословенный служитель, но пришло время, когда здоровье его оставило. И он был уже парализован, ноги не ходили у папы, комната его была на втором этаже. И он описывает о том, что пришло время, когда отец стал зависеть от сына. Такое время и в нас придет. И вот иногда хотя бы отцу так хотелось быть за столом вместе со всей семьей. И тогда вот этот сын поднимался наверх, поворачивался спиной к отцу, присаживался и говорил, папа, держись, садись на меня. Лифта не было. Коляска по лестнице невозможно спустить. И отец крепко за шею охватывал сына. Сын поднимал, болтались бессильные ноги, и сын нес вниз отца. Спускал его вниз, усаживал его в кресло. Отцу было и неудобно, и приятно, что сын старший навстречу идет. Вот эта молчаливая любовь, она чувствовалась. Трудно, когда отцы бессильны, это вызывает разные отношения со стороны детей. Дети, запомните, вы сами будете однажды бессильными и слепыми, и глухими, и парализованными. Имейте в виду сейчас милосердие к отцам и родителям. И так он его иногда носил. И вот наступил момент, когда он поднялся наверх, чтобы спустить. Отец лежал на полу, и под ним была уже кровь. Он уже закончил жизненный путь. Вроде бы ничего не изменилось. Отца не стало. Особенно любви не было между ними. Со стороны сына. Ну вот как-то сын зашел в комнату и предался воспоминаниям, кто же был отец. И стал сматривать тетради, листочки читать. Вечер наступил, а он читает. Ночь наступила, а он читает. Глухая ночь пришла, а он читает. Когда наступило утро, он сидел и плакал. Только теперь он понял, кто был у него отец и жил рядом. Это был богатейший человек, богатой души, высокой духовности, любящий Бога всей своей жизнью. А рядом жил сын, который этого не заметил. Да, теперь он проповедник, этот сын. Но то время, которое он мог бы так использовать, он его упустил. Оно ушло. И безвозвратно ушло. Заканчивая, я хочу вот две мысли. Первое. Как сейчас достигнуть единения нам с отцами? И это нужно. Если две полярности, там сын, там отец, они не соединяются, от этого не лучше. Не отцу, оно болит сердце. И равно сыновьям или дочерям. Вы знаете, Слово Божие советует, чтобы мы были откровенны, чтобы мы были близки к отцам. И отцы к детям. Беседовали, рассказывали, даже плохое. Придется начинать и это, если мы хотим иметь. И последнее. Как важно хорошо умереть. На сегодня замечается, что нет-нет, трудно умирают старцы. Трудно умирают старцы. Почему? Причины разные. Но хороший конец и благословенный переход это проповедь детям и внукам. Хорошая, осмысленная, подготовленная. Вот недавно у нас был брат, умирал у него отец, было 92 года. Что интересно, он рассказывает, когда 92 года ему исполнилось, вот он засобирался, засобирался, почувствовал. И вот даже так сказал жене, и говорит, ты позвони детям, я на этой неделе буду умирать, пусть они не приезжают раньше времени. Я вопросы все решил, со всеми побеседовал, обо всех помолился, теперь я буду готовиться к смерти. И позвонили детям, что не тревожь, то есть одна семья все равно приехала. Но она при смерти не успела быть. И вот когда пришел час, он сел, подошел на кровать и говорит, ну что, дорогая, подними мне ноги, сил не стало поднять. И она подняла ему, ноги положила, руки сложил, через пару часов его не стало. Хорошо по-христиански умереть, это очень доброе свидетель. Представьте, как трудно детям и внукам, когда плохо уходят из жизни дедушки или бабушки. А Евангелие призывает нас, чтобы мы оставили добрый след благословения. Помните, мы читали, отец, отцы имена отца, Авраама, Исаака, вот отцы наши, как уходили, насыщенные, благословенные, оставляя добрый след, ведь пройдет время, не раз вернемся к дедушкам, к бабушкам. И если доброе, будем говорить, а вот когда умирал наш дедушка, это был настоящий христианин. Вот так надо умирать и уходить из жизни. И Бог нас этому учит. Всему свое время, никуда мы не денемся, есть дедушки, есть отцы и дети. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы свою меру выполнили тщательно. Дедушка, выполни ответственность дедушки. Папа, выполни ответственность отцовскую, чтобы совесть не судила. Сыновья, недолго вы будете с отцами, недолго они будут. Выполняйте ваш сыновей долг. В этом вы самым вызываете благословение со стороны родителей от Господа. Такой день у нас в году один, но пусть Бог благословит нас, помните об этом. И заканчиваю, помню одну фразу, когда пытаемся и мы, и мамы, деток вразумлять, и мама вразумляя внучку, то есть дедушка говорит своей доченька, старайся жить хорошо. Вот каждая твоя оплошность, повезло грешение, это вот, это седина, вот волосик сразу седой становится. Вот видишь, как мне трудно. А она подумала и говорит, теперь я понимаю, почему бабушка вся белая. Видите, как она, они все замечают, все замечают. И на прошлой неделе я беседовал с сыном и говорю о том, что живи, потому что недолго ты будешь отцом, будешь все пожинать, что сеешь. А он тогда мне говорит, так походит и я тогда, посев отца своего, я говорю, я не знаю папу твоего. Ты побеседуй с ним, ты сядь с ним, расспроси, как его молодость прошла, в какой семье он рос, какие у него были искушения и победы, ты просто будешь ближе с ним. И он так задумался, думаю, интересно, еще не пробовал этого, еще это не пережил. А ведь можно быть близко, можно, и Бог благословит это. Мы одна семья. Дедушка, отец, сыновья, внуки, мы все одно. Пусть Бог благословит род наш, потому что мы будем с вами записываться. И Сунцес Навин, Сын Навин, Давид, сын Иисея, такой, такой, такой. Эта нить, она существует, пусть она будет в благословении. Аминь.